приехали замерять квартиру она находится в башне и сеть видимо тут поручили наши делать алексей и такси и такси башни и сеть делаем замеры и оттуда уезжаем на квартиру приехали замерять квартиру она находится в башне и сеть вот кто так строит кто так строит план эвакуации убежишь по кругу все коммуникации больше нет а если дверь закрытой а ты в панике тоже не понимаешь какую дверь открывать начинаешь в колесе больше метра глубины коммуника очень потолок низкий я уже чувствую себя так сказать некомфортно видимо тут поручили нашим делали так все это убирать все черным покрасить и сделать освещение между труб чтобы не светило и грозы губы наш человек о как много света это же круто можно же просто сидеть на подоконнике и смотреть все время вниз мы приехали на замеры квартиры она находится в крутом жилом комплексе ну точнее это апартаменты башня и сеть один из последних этажей виды потрясающие но сегодня мы про замеры чтобы сделать корректно замеры лучше всего взять два человека один записывает другой ходит с рулеткой говорит второй записывает здесь квартира неправильной формы потому что сама по себе архитектура здания это такой круглый барабан и соответственно квартиры выходят такими сегментами ну как будто этот кусочек тортика поэтому нету прямых углов а это значит что замеры осложняются нужно будет не только длину стен померить но и диагонали то есть углы эти углы помогут выстроить геометрию пространства замеры выглядят примерно так один человек с рулеткой меряет длину стены от угла до угла второй просто записывает в журнал специально подготовленный чертеж просто ручкой пишет а после того как они померяют каждую стену дверные проемы дальше они будут мерить вот эти вот решетки это вентиляция наверху это тоже нужно будет померить нужно будет померить несущие конструкции вот она здесь это огромный столб нужно будет замерить радиаторы их высоту ширину насколько они от стены отступают это тоже очень важно это будет влиять на дизайн ну мало ли вы захотите штору повесить это значит вам придется и отступать чтобы она не накладывалась на этот радиатор на замерах мы меряем абсолютно все самое главное посмотреть на коммуникации где и как они идут вот например здесь здесь уже стена зашита и чтобы нам понять как там идут трубы канализации и трубы холодной и горячей воды нам нужно будет эту стену снять и посмотреть как там это выглядит с этой стороны мы видим подготовка под инсталляцию то есть она уже стоит это для того чтобы навесить унитаз встроенный вот он как раз сюда навеситься здесь вот так вот стройки башни и сеть нету никаких крепежей в общем здесь получается у нас узел учета коммуникации так у меня нету сейчас нет все буквально разваливается на наших глазах но с вами я и студия градис мы все исправим сделаем все четко ничего отваливаться не будет и при этом будет красота неписуемая и так залазим во все эти шкафчики смотрим что там для того чтобы нам это учесть в планировке обязательно мы должны с вами учесть где находятся щиты электрики вот они их здесь 21 щит слаботочки другой щит силовой то есть там розетки выключатели все туда сведено здесь в прихожей вы видите занижен потолок это значит что за этим потолком спрятаны коммуникации что за коммуникации здесь уже в этой квартире в этих апартаментах приточно вытяжная вентиляция заведена прямо уже в эту квартиру поэтому за этими люками мы найдем оборудование это тоже мы должны учесть то есть если мы захотим что-то сделать с потолком то мы будем ограничены вот этими люками потому что к ним должен быть постоянный доступ поэтому обязательно их фиксируем и меряем это ванная комната здесь тоже мы смотрим все точки подключения водяные а самое главное смотрим что зашито в коробах там мы видим идет какая-то лютая разводка труб нам нужно в них разобраться померить глубину и понять можем ли мы как-то оптимизировать это расстояние или не можем соответственно мы смотрим что там мы смотрим что за этими люками все замеряем здесь кстати тоже люк на потолке его тоже нужно будет померить это помещение спальни она неправильной формы это значит что нам нужно будет померить стены а кроме этого диагонали то есть из этого угла вот в тот угол из этого угла в тот угол тогда вы сможете выстроить геометрически правильную форму вашего помещения кто-то может подумать как же здесь открывать окна а вот как люк как в танке и все друзья мы находимся в двухкомнатной квартире дизайн которой мы закончили а также ремонт а